И, значит, все это у нас, теперь мы знакомы с принципами основными, критериями, ошибками. Теперь давайте поговорим об атеизме. Что же такое атеизм с точки зрения логики? Значит, давайте начнем с того, откуда берется логика с точки зрения христианства. Каково христианское обоснование логики? Бог – это высшая сущность, абсолют, эталон истины. То, о чем мы говорили. Что мы совершенно, может быть, уверены в своих убеждениях, потому что мы стоим на абсолютном основании. Далее. Абсолютные законы логики отображают природу абсолютного Бога. Законы природы, законы логики, законы науки – это отображение природы Бога. Именно поэтому они абсолютны. Человек, сотворенный по образу и подобию Божью, способен постигать законы логики. То есть человек не изобретает законы логики, он их открывает, как закон всемирного тяготения. Закон Паскаля. Человек смотрит, как мир устроен, и открывает законы, и они придумывают их сам. Таким образом, христианское мировоззрение способно обосновать законы логики, признавая, что они исходят от Бога, и что Бог способен их открывать. А как же обосновывает логику атеизм? Значит, с точки зрения атеизма, законы логики условны. То есть это не к условиям, мы должны договорились, да? Что мы считаем законы логики условны. Если они условны, условно, мы назовем согласие, то тогда они не абсолютны. Понятно, да? Сегодня мы говорили с так, когда, наверное, мы говорим, да, переиграем это, тогда не может быть виноват ни один логический аргумент против существования Бога. То есть как можно не абсолютными мерками мерить нечто абсолютное? Если сегодняшние наши законы, мы договорились и доказали, что Бога нет, сразу же мы их поменяем, и тогда опять-таки мы верим в них немножко. Далее, логика вообще не может быть использована подогазательства и проезжения чего-либо. Это инструмент, которым мы сегодня пользуемся, получаем какой-то сегодняшний результат, за этот результат был совершенно другой. Ну, в идеологии мы с этим сталкиваемся. Как-то, знаете, поступал один партиез на номенклатурную службу, заполнял вот эту анкету, и там не уплотнялся ли я от генеральной линии партии. Никогда. Всегда извивался вместе генеральной линией. Поскольку логика этого, вопрос идеологии, то сегодня у нас одна идеология, завтра у нас другая идеология. Ну вот, как поэц сказал, где у вас гарантии, что хлеб, который ели, будет завтра вам неоплатный долг зачтен, и где у вас гарантия, что гимн, который вбили, будет завтра копнется, причем и запрещен. Закрещен и запрещен. Вот. И точно так же с логикой. Далее. Если законы логики признаются результатом наблюдения естественных принципов, то есть мы изучаем, это изучаем законы природы, то таким образом мы лишь утверждаем, что они существуют. Но ничего не говорим о их происхождении, куда нельзя. То есть да, мы обнаруживаем, что такие законы есть, но то, что мы обнаруживаем, что они есть, мы не узнали, а что они взяли. Это же как ученые изучают законы природы, но вопрос, откуда взялись эти законы, кто является законодателем, все равно остается за пределами науки. Если там основания логики используются логика, то это круговая аргументация. Если для объяснения законов логики прибегают к научному методу, то в конце концов это тоже круговая аргументация, поскольку научный метод достигает его заключения уже на основании наблюдений, и потом интерпретация этих наблюдений при помощи логики. После чего мы доказываем, что значит логика есть. Раз мы ее используем, значит она есть. Если мы используем логику, пытаясь опровергнуть существование Бога, то мы признаем, что законы логики абсолютные. То есть мы признаем, что понятие Бога это абсолютное, нечто выше, чем у чего не бывает. И пытаемся опровергнуть это нечто выше, чем у чего не бывает законами, которые гораздо ниже, чем что мы пытаемся опровергнуть. То есть таким образом, если мы уже тем самым фактом, что атоисты пытаются использовать логику для прорешения существования Бога, они признают, что законы логики абсолютные. А идея, что законы логики абсолютные, взяты именно из христианского множества. Из теистического, даже не в общем-то христианского. Древние греки верили в абсолютность законов логики, потому что они верили в Богов. Они верили в абсолют. Они верили в мораль, потому что мораль поступает так, как поступали бы Боги. Понятие «Dignum Dei». То есть человек так может поступить, но Богов это недостойно. Правда, у них в Нифах Боги тоже зачастую поступают недостойно Богов. Но это уже другой вопрос. Ну вот у Платона, Платон доходит до высшего разума Логоса. Платон, собственно, мы дойдем до философии, поговорим об этом. Далее. Христианское мировоззрение утверждает, что законы логики абсолютные. Особо они отходит от Бога, а Он абсолютный. То есть это то, что атеисты в принципе создаются Ему. Мировоззрение атеистов предполагает, не предполагает абсолютного Бога. И тогда, каким образом совершенные, умозрительные, истоком нашей голове существующие, абстрактные законы следуют из материи, энергии, движения во Вселенной. Материя – это материя. Идеальное – это что-то, что содержится только в наших мыслях. Сон, иллюзия. Как может сон или иллюзия описывать реальность? Далее. Как могут атеисты основать на анатолиалистических предубеждениях, кто считает, что ничего кроме природы не существует, допускать существование логических абсолютов, если логические абсолюты изначально умозрительны по своей природе. Не относятся к тем самым материи, энергии, движения. Чем глубже мы копаем, тем мы видим более несостоятельность. Чтобы аргументированно оставить свою позицию, атеистам приходится согласовывать ее логичность. Необходимо согласовывать ее логичность. А это то, что как раз является атрибутом христианского мировоззрения, а не христианского. То есть, чтобы доказать, что христиане неправы, им приходится согласовывать к христианам. Иначе будет доказательный скоп. Выводы. Христианское атеистическое мировоззрение способно основать законную логичность. Простегающие слова. Бог есть Бог Слова. Вначале его Слова. Из него свое Слово он все содержит. Силам все Слово Своему. Кто больше видит, кто иконографией интересуется, наверное, видел икону Иисус в Пантахрам. Сидержись. Во всей своей власти и истинно-зло. Вот только зрительным эстетическим образом передают это понятие. А Бог трансцендентен, Он вне материи. Он вне материи, энергии, движения, времени, пространства. Он трансцендентен. Он это все создал. Далее. Бог задает законы логики, потому что они дрожают его природу. Бог задает законы морали, потому что они дрожают его природу. Мы об этом будем говорить более подробно. Лучше не знать, как вот... Но что такое добро? Добро, добро, это есть отображение природы Бога. Что такое логика? Это тоже отображение природы Бога. Соответствует это истине Него или нет? Следовательно, законы логики абсолютной. Бог всеведущий, Он всемогущ. Бог всемогущ или всемогущ? Может Бог солгать? Это же не всемогущ. Это же в аспорт. Он же истинный, исправен, истинный. Значит, не может? Притворечить к Его природе. Значит, Он не может? Какой же человек существует? Нет, соврать Он может. Это уже более философский. Углубленный философский ответ. Нет, получается, Вы говорите, может или не может. То есть, связь, Он не всемогущий тоже. Да, да, значит. То есть, он соврать-то может любое, но только Он этого не делает, потому что Он святой. То есть, отделенный от греха, да, вот так? Он может, но не будет. И не может ни про разные вещи. Бог слгать не может. На самом деле, значит, вот это вот та подмена понятия, с которой мы часто приходили. Что значит, что Бог всемогущ? Это значит, что Он может сделать все, что мы выдумаем? Или это значит, что все, что в его воле, Он способен завершить? Всемогущество – это, да, способность сделать все, что в его воле. И лгать, и Он не может лгать, потому что вне его воли. И когда то, что Он не может лгать, это Его всемогущество не опровергает, а подтверждает. И то, что Он не станет делать карли, которые не может понять, точно так же Его всемогущество подтверждает, потому что вне его воли заниматься глупостью. И когда в блаженного учили спросили, чем занимался Бог, до того, как сотворил мир, он сказал, создава лад для тех, кто будет задавать такие вопросы. А абсолют существует таким образом. Наши понятия абсолюта, наш опыт абсолюта, его переживания, потому что существует абсолютный Бог. Что касается атеистического мировоззрения, то атеистическое мировоззрение не способно обознавать логические законы или абсолюты для удвижения рациональных аргументов. И таким образом приходится эти же самые абсолюты, эти же самые аргументы брать у кого? У христиан. Воистину, как сказал псалмопея, сказал безумие в сердце своем. Нет Бога. Потому что говоря о этом, он сам доказывает свое безумие. Он сам себя отрицает. Он говорит это, ссылаясь на то, что он знает благодаря существованию Бога. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok